МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! 9 сентября, и, как всегда, по пятнице Марина Событий предлагает вам обзор прессы. Сегодняшний выпуск мы проведем вдвоем с Мариной Колбасиной, редактором отдела политики газеты «Якутия». Марина, добрый день, спасибо, что пришли. Очень рад вас видеть. Я тоже. Марин, первый материал, который мы предложим нашим читателям, нашим зрителям, это ваш материал, поэтому не случайно вам и газеты в руки, что называется. Материал вышел в газете «Якутия» во вчерашнем выпуске под заголовком «Доступное и достойное». Да, «Доступное и достойное жилье». В том числе и об этом и шла речь на встречу Владимира Путина с фракцией «Единая Россия», и экспертами, в которую приняла участие председатель правительства нашей республики Галина Иннокентина Данчикова. Тема эта волнует всех, поэтому в статье очень много цифр, очень много данных, что делается в республике, как и какие планы. Но одной из отправных точек стало совещание, которое провела наша премьер по изучению опыта других регионов по строительству жилья и по способам господдержки, по методам, которые там есть. Ну, возьми все хорошее и отбрось все плохое, на самом деле. Это естественно, да. Поэтому Минстрой отчитался об этом поручении, сделал свои выводы. И единственное, что я хотела бы добавить, что Галина Иннокентина попросила не слепо перенимать опыт других регионов, а адаптировать его к нашим условиям. К нашим реальностям, к нашей жизни. Конечно, к нашей жизни. Вы знаете, у Жули верно была такая фраза, миру нужны новые люди, а не новые континенты. Вот я думаю, чтобы новые люди появлялись, в том числе и миллионные жители, нужно новое жилье. Это безусловно, да. Я вот еще одну цифру назову из всех, что Егор Борисов в своем указе о стратегических направлениях повышения качества жизни населения республики поставила перед правительством очень высокую планку увеличить строительство жилья в два раза к уровню 2015 года. Это серьезная заявка. Вот вы знаете, прозвучало у вас, не слепо перенимать опыт других регионов. Вот от этой фразы оттолкнусь и предложу вниманию, и вашему вниманию в том числе, статью из газеты «Криминальная Якутия», 13-я страница, вторник, 6 сентября. «После Ильковского за Байкалье реанимирует сам Путин», называется. Цитата. «Похоже, президент России Владимир Путин вынужден лично заниматься вопросом реанимации за Байкалье, который до плачевного состояния довел бывший губернатор справедливого РОС Константин Ильковский, пишет корреспондент Афанасий Григорьев. Пояснение. Владимир Путин 30 августа на рабочей встрече с временно исполняющей обязанности главы Забайкальского края Натальей Ждановой обсудил фактически план спасения региона. После отставки Ильковского в феврале этого года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков проинформировал, что причиной увольнения стал срыв программы переселения людей из ветхого аварийного жилья, ну и плюс еще неразбериха с финансами. То есть вот почему я и говорю, да, надо перенимать все хорошее, а все вот это вот... Да, безусловно. Вот это нам не надо. Это нам не надо. Вошел в четверку. Газета Якутия, то... Та новость, которую и в наших новостях мы преподносили на протяжении, вот, начиная с понедельника. Да, да, я бы сказала даже не новость, а главная тема. Главная тема, правильно. Главная тема, да. И в Владивостоке завершился второй восточноэкономический форум. Да. И газета Якутия посвятила этому... Ну, мы писали всю неделю и посвятили полный разворот в нашей толстушке. Здесь есть много интересных материалов, подборка новостей, но назову вот главное, что интересно, думаю, нашим читателям. Дело в том, что этот форум был удивительно эффективным, очень результативным, не только для всей России. Вот я только процитирую сейчас первую вице-премьеру. Значит, наша республика привезла на экономический форум 22 проекта. Подписано было 15 соглашений на 325 миллиардов рублей. Огромные интересные проекты, очень важные для нас, которые касаются туризма. Восточное кольцо России, по аналогии, собственно говоря, с золотым кольцом. Да, природоохранных мероприятий, подготовки кадров. И в том числе бесперебойное электроснабжение Вилюйской группы УЛОСов. Они этого ждут, и это очень важно. Ну вот я буду еще, наверное, к этой теме возвращаться. Вчера «Арена событий» выходила с такой программой. Тоже, в общем, рассказывал я о повороте на восток, о том, как он случился, насколько это серьезно. Вот, в частности, об этом же, об этом же, о восточном направлении, свидетельствует материал «Поддержим Путина». Газета «Якутия», 8 сентября, четверг, 12 полоса. Дело в том, что этот текст, в общем, сразу же разошелся по интернету. И, может быть, даже те, кто не читал его непосредственно в выпуске, смогли ознакомиться с ним в сети. Еще в 2013 году Владимир Путин в послании к Федеральному собранию объявил подъем Сибири и Дальнего Востока национальным приоритетом на весь 21 век. Собственно говоря, этот поворот ведь случился, Марин, я могу так сказать, что он случился не только из-за санкций, которые были наложены странами Запада на Россию. Этот поворот прогнозировался и он как бы так выкристаллизовывался достаточно давно, потому что еще с 90-х годов центр вообще мировой экономики стал смещаться к Тихоокеанскому региону. Оставаться в стороне от этих процессов нам, в стороне, которая, собственно говоря, географически имеет все необходимые преимущества для этого поворота, это просто невозможно. Собственно говоря, я просто хочу сказать, что не только санкции там повлияли, это просто историческая данность, это историческая необходимость. Конечно, этот разворот начался гораздо раньше. Гораздо раньше, безусловно. С 2014 года он получил такое уже ускорение, скажем так. Это была такая точка отсчета. Но вот в этом материале, о котором я заговорил, собственно говоря, вот этот поворот на восток рассматривается через призму предвыборных программ политических партий. Что полезного, задается вопросом автор для выполнения планов президента, могут предложить участники выборов. Особенно сейчас, когда наша страна находится под давлением санкций и внешних угроз. Цитата. Кто поможет Путину? Какая политическая партия в силах это сделать? На будущих выборах в Госдуму каждый избиратель сможет самостоятельно принять решение. Но о чем надо подумать перед тем, как поставить галочку в избирательном бюллетене? Что нам приготовили партии? Ну и дальше разбирается. Значит, КПРФ, национализация нефтяной и газовой отрасли, национализация многих-многих-многих-многих, собственно, отраслей промышленности. Но, в общем, для меня здесь проблема в эффективности собственника. У ЛДПР свои взгляды на... Причем там вот эти 18 пунктов из программы ЛДПРовской. Кстати говоря, там есть рацио. Абсолютно есть рацио в этих пунктах. И там есть что взять. Может быть, не всю программу следует читать, потому что я очень осторожно отношусь вообще к некоторым высказываниям, которые содержатся в этой программе. О них даже, ну, даже вот просто в свою упоминать не надо. Они спорные. Они настолько спорные, что не следует даже, может быть, какие-то произносить. Вот. А справедливая Россия намерена отправить, ну, скажем так, отправить в кавычках, да, правительство страны в отставку. То самое правительство, которому президент поручил реализацию ускоренного развития Дальневосточного округа. Ну и в статье разбираются другие подвиги СССР. В частности, анализируется работа в Госдуме их лидера Федота Тумусова. Законодатели, которые вместо эффективной работы придумывают большое количество некачественных законопроектов с целью саморекламы, так называемых депутатов-имитаторов, вот в их список попал, собственно говоря, и Федот Семенович. Ну и, собственно говоря, какой вопрос. Новый состав российского парламента должен стать мощной, эффективной силой, которая обеспечит единство страны и создаст новые точки роста России. В единстве нашей силы надо выбирать сильного. Такой вывод делает Егор Александров, автор этого материала. Осип Мандельштам вот здесь приходит на ум. «Каждый человек как буква в алфавите». Для того, чтобы образовать слово, надо слиться с другими людьми. Я не очень дословно цитирую, но смысл именно такой. Давайте подойдем к следующему материалу. «Близко и быстро». Я немножечко позволил себе чуть побольше остановиться на политике, но, собственно говоря, куда без нее, пока еще предвыборная кампания. Итак, «Близко и быстро». «Близко и быстро». «Близко и быстро». Этот материал касается высокотехнологичной медицины, которая стала действительно доступнее в нашей республике. И не только для жителей города Якутска, но и действительно всех улузов и наслегов. В рамках подписания Егором Борисовым указов августовских, а среди них было два, касающихся медицины, журналисты посетили перинатальный центр. И вот что они там увидели. Они увидели будущее нашей медицины, потому что то оборудование, установленное весной, позволяет выхаживать детей с экстремально низким весом. От 600 грамм. Это вообще что-то несбыточное еще совсем недавно. А сейчас шансы на выживание получили такие малыши, и даже те, у кого есть серьезные заболевания. Что еще хочется сказать, что там открыт был еще в 2010 году момографический кабинет. Кстати, впервые в России там было установлено уникальное совершенно оборудование, полная цифровая система по комплексной лучевой диагностике заболеваний. Так что итогом реализации медицинских указов Егора Фанасьевича должно стать избавление, в том числе и посетителей больниц, от очередей, в которых мы вот так вот стоим стоять, и на что постоянно жалуемся. Но они своевременно очень, действительно, эти указы, в части медицины, без этого никуда. Позволю себе на минуту буквально вернуться к политической жизни. Жизнь Якутска, страница 8, 8 сентября этого года, факты недели. Дети Колымы могут пострадать из-за справедливой России, знак вопроса. Просто буквально цитата. На днях на сайте «Блокнот Якутск» по обыкновению появился очередной пасквиль на предвыборную тему. Дети Колымы попросили Путина защитить их от Памфиловой. Речь шла о письме президенту страны Владимиру Путину, который подписали общественники. Среди подписантов был представитель детской организации, общественной организации «Пелагея Степанова». Автор пасквиля, цитирую, усомнился в реальном существовании такой организации. А дальше пух и прах разбивается тот базис, на котором выстраивался тот материал. Прочитайте, пожалуйста, о котором идет речь в газете «Жизнь Якутска». У нас остается совсем немножко времени. Надо прощаться. Бриллиантовый бал проходит сегодня в Якутске. И, кстати говоря, бриллиантовая неделя будет завершаться в воскресенье. Ну вот надо поздравить Якутию с вот этим вот праздником. А где и должен он проходить, как не у нас. А я вас поздравляю, Марина, с этим замечательным событием. Да, я бы хотела еще сказать, читайте газеты. Там много интересных материалов и узнавайте о жизни нашей республики. Кстати, на этой неделе их особенно много интересных материалов. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин